Комментарии. Тут уже есть комментарии, это старые комментарии. Это старые комментарии. Здесь вы показываете кинуть. Да. Ну что ж, треба привитаться с комментаторами, с визачами. Добрый вечер, Киев. Добрый вечер, Уфраина. С вами Андрей. Мы зараз готовим трансляцию Однометал. А еще не имею в виду, чтобы принять эту Конституцию, где мы сделали культурный центр, кинотеатр революции. И сейчас, каждый вечер, каждый день, будем показывать тут самые лучшие фильмы на украинской и белорусской мовах. А также по драму будем показывать клипы лучших музыкантов от белорусских и украинских. Вот. Зараз мы пройдем к лидерчанам и спросим, как им увогу и наша идея, наша голоса революционная кинетата. Добрый вечер. Как вам наша идея революционного кинотеатра? Да у нас все интересно, потому что я тут закричала много раз. Ну вы ведете, что мы плануем показывать фильмы каждый вечер, каждый ночь на белорусской и украинской мовах? Шикарно. Белорусская мова тоже зрозумела всем украинцам. А так само каждый ранок, после фильма, под ранок будут клипы музычные левших музыкантов Белоруссии, ну рок-гуртов Белоруссии и Украины. Шикарно, я думаю, что это очень клево. Только это классная идея, да? Звучайно. Но вы бачили уже сайт? Что есть в же сайт? Сайт какой самый? Революционный кинотеатр. Не, не бачила. Для меня это было. Майдан Синема. Не бачила. Есть посылка на сайт, на нашей странице в Фейсбуке, на Бачне. Есть посылка на сайт. Клево. И там анонсы и есть голосование для этот шоу. То есть, вы можете выбирать, какие фильмы будем лететь вот в тот и в тот и в другой день. Прекрасно. Слушайте, а чего раптом активировался белорусский самолив напрямую? Ну, потому что тут очень много белорусов, которые так же поддерживают Майдан и получают опыт, 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 опыт борьбы с этими бандитскими режимами. Ну, на речке это давно. Да, потому что тут есть белорусы и в Кэм, да, есть белорусы, и в правом секторе. И есть белорусы и в кросс-пенках, и в украинском доме, и на кухне, и... Ну, Жозневский тоже был белорусом, по-речи. Ну, что? Ну, Жозневский тоже был белорусом. Да, Жозневский тоже был белорусом, но он давно уже был и в Украине. Ну, я его еще бачу в 2012-м роце. Ну, и так, как бы, не время были знакомы, но мы с ним бачилися на ушах, и с ним бачилися. То есть, что он зацел? То есть, что он был очень интересный человек. Я сам, ну, сам в Минске, так, сам в Минске, столице маразмы и депрессии. Я была в Минске, это правда. Ну, это правда, да, это правда. И просто, ну, когда вы посмотрите, то иллюзия чистоты Минска, это как бы раскладывается на центральных улицах Минска. Потому что, когда заехать в любой район Минска, то хотя бы на такие районы, которые подобны на Троевещину, на Левобережку, то можно почти то же самое, что в Киеве, в принципе, на районах. Это, конечно, но в Минске очень особо в этом компании. Это чистота, это не чистота, это чистка. Я знаю, что если селами ехать белорусскими, то они вылетены только с фасаду, с дороги. Потому что если зайти немного глубже, ну, это не только в Белоруссии, конечно, это происходит, а в Грузии, например, это самое. То есть, центр города, невероятно, европейского уровня высокого, но еще чуть-чуть буквально через дорогу начинаются трущобы, такие самые, как, например, в Индии. Доброе, дякую великое. Вам дякую. Просто я, оказывается, включился в стрим афганцев. Тарам! Доброе, дякую. Дякую. Приятно было бы разговаривать. Дякую. Приятно прогляти, сейчас будет фильм «Живи Беларусь». «Живи Беларусь».